Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале «Английский язык по плейлистам». Продолжаем наш практический курс «Английский язык с нуля до продвинутого уровня по приложению English Galaxy». Мы с вами далее продолжаем разбирать 150 самых важных правильных глаголов в английском языке во времени past simple. Смотрите, тестировать по-английски будет test. Да, test переводится как тестировать и также test. Смотрите, полезная фраза. Я решил сделать что-то по-английски будет I decided to плюс глагол. Также мы с вами помним, что знание по-английски будет knowledge. То есть, видите, в русском мы говорим знание или знание, но по-английски будет просто knowledge. Здесь нет множественного числа. Knowledge – это и есть знание и знание. Knowledge. Скажем, я решил протестировать свои знания. Я решил I decided протестировать. Итак, вспоминаем конструкцию. I decided to плюс глагол. Получается, I decided to test свои знания. То есть, в мои знания будет my knowledge. Вопросы knowledge так и будет. My knowledge. I decided to test my knowledge. I decided to test my knowledge. Я решил протестировать свои знания. I decided to test my knowledge. Следующий глагол include. Переводится включать, включать себя. Include. Скажем, эта цена включала в себя все эти услуги. Эта цена, this price, включала в себя. Это просто форма include. Получается included. This price included. Все эти услуги. Все. All. Эти. These. И мы сами помним, что услуга сервис по-английски будет service. Service. All these services. All these services. This price included all these services. This price included all these services. Эта цена включала в себя все эти услуги. This price included all these services. Следующий глагол look. Смотреть. Посмотреть. Look. Фраза. Look at. Смотреть на. Посмотреть на. Look at. Да, здесь, в этом значении, используется именно предлог at. Look at. Скажем, я посмотрел на него. Я посмотрел. I looked на него. Так, помним? Look at. Поэтому так говорим. I looked at него. Him. I looked at him. I looked at him. I looked at him. Я посмотрел на него. I looked at him. Жить будет live. Live. Я жил в другом городе. Я жил. I lived в другом городе. In another city. In another city. I lived in another city. I lived in another city. Я жил в другом городе. Я жил в другом городе. I lived in another city. Изменить. Поменять. Будет по-английски change. Change. Смотрите. Как мы скажем. Он изменил свое решение. Или он поменял свое решение. Он изменил. He changed. Свое. То есть его his. И решение. По-английски будет decision. Decision. Decision это решение. Decision. He changed his decision. He changed his decision. Он изменил свое решение. He changed his decision. Трогать будет touch. Touch. Он сказал не трогать это. Он сказал. He said не трогать. Не что-то делать. Это конструкция not to плюс глагол. Получается. He said not to. Трогать это. Touch it. Touch it. He said not to touch it. He said not to touch it. Он сказал не трогать это. He said not to touch it. Рекомендовать будет recommend. Recommend. Он рекомендовал этот курс. Он рекомендовал. He recommended. He recommended. Этот курс. Этот. Этот. This. И курс по-английски будет course. Course. Да видите здесь именно долгий звук O. Course. Course. This course. He recommended this course. He recommended this course. Он рекомендовал этот курс. He recommended this course. Обещать будет promise. На promise переводится как обещать и также обещание. Promise. Promise. Она пообещала сделать это. Она пообещала. She promised. Сделать. Видите не просто do, а не правильная форма. Потом говорим to do. Это it. She promised to do it. She promised to do it. Она пообещала сделать это. She promised to do it. Атаковать будет attack. Да, attack переводится как атаковать и также атака. Attack. Хорошо. Как сказать? Они атаковали этого мужчину, но полиция арестовала их. Они атаковали. They attacked, they attacked, это у мужчину, this man. They attacked this man, но, but, полиция. Да, мы сами помним, что говорим не просто police, а the police. But the police арестовывать будет arrest. Данный глагол правильный. Arrest. Потом получается арестовала, arrested, их, them. But the police arrested them. Они атаковали этого мужчину, но полиция арестовала их. They attacked this man, but the police arrested them. Следующий глагол feel. Переводится как наполнять. Но на самом деле, очень часто используется именно выражение fill in. Заполнить. Например, какую-то анкету или форму. Fill in. Смотрите, фраза. Fill in the form. Заполнить форму. Fill in the form. Fill in the form. Хорошо. Как мы скажем? Мне нужно было заполнить форму. Так, мне нужно было. Вспоминаем конструкцию need to плюс глагол. Нужно сделать что-то. Need to плюс глагол. Получается, мне нужно было. I needed. Далее to. To. I needed to. И фраза заполнить форму. Fill in the form. I needed to fill in the form. I needed to fill in the form. Мне нужно было заполнить форму. I needed to fill in the form. Следующий глагол. Talk. Переводится как говорить. Talk. Говорить о чем-то. Это фраза talk about. Talk about или speak about. Очень часто говорят именно talk about. Мы с вами также по умолчанию используем данное выражение. Talk about. Говорить о. Talk about. Итак, как сказать? Мы говорили о разных вещах. Да, скажем, используя talk. Получается, мы говорили. We talked. Or. We talked about. В разных вещах. Different things. We talked about different things. We talked about different things. Да, видите, здесь есть небольшая подсказка. Есть слово о. Там об. About. Это указывает на talk. Получается, talk about. Мы говорили о разных вещах. We talked about different things. Учиться будет study. Study. Итак, вспоминаем полезную фразу. Одновременно. По-английски это будет at the same time. At the same time. Одновременно. At the same time. Как мы скажем. Я работал и учился одновременно. Я работал. Я работал. Я работал и учился одновременно. Я работал и учился одновременно. Указывать будет point. Фраза point at переводится как указывает на. Point at. Смотрите, как мы скажем тогда. Он указал на стену. Он указал. He pointed at стену. Не просто wall, а стена конкретная. Поэтому получается the wall. He pointed at the wall. He pointed at the wall. Он указал на стену. He pointed at the wall. Также переходите в наши социальные сети, где мы выкладываем дополнительные полезные материалы. Ссылки в описании. Выражать по-английски будет express. Express. Давайте разберем некоторые полезные слова и фразы. Смотрите. Personal. Личный. Personal. Opinion. Мнение. Opinion. Opinion. My personal opinion. Моё личное мнение. My personal opinion. My personal opinion. Итак. Personal. Opinion. My personal opinion. Я выразил своё личное мнение. Я выразил. I expressed. I expressed. Своё, то есть моё. My. Личное мнение. Personal opinion. I expressed my personal opinion. I expressed. My personal opinion. Я выразил своё личное мнение. I expressed. My personal opinion. Основиться будет stop. Stop. Скажем. Я остановился около этого магазина. Я остановился. I stopped. Около. Используем слово near. Near, то около. Near. Это у магазина. This shop. I stopped near the shop. I stopped near the shop. Я остановился около этого магазина. I stopped near this shop. Смотрите. Удивлять будет surprise. Surprise. Скажем. Эти новости действительно удивили меня. Эти новости по-английски будет this news. This news. Да, мы с вами помним, что новости в английском не есть на число. Поэтому именно this. This news. This news действительно really удивили меня. Surprise me. This news really surprised me. This news really surprised me. Эти новости действительно удивили меня. This news really surprised me. Доставлять будет deliver. Deliver. Смотрите. Полезные слова и фразы. Посылка будет parcel. 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 Фраза вовремя. По умолчанию используем фразу on time. On time. On time. И так получается. Deliver. Parcel. On time. Как мы скажем тогда? Они доставили эту посылку вовремя. Они доставили. They delivered. Это посылку. They delivered. Эту посылку. They delivered. Вовремя. On time. They delivered. This parcel on time. They delivered. This parcel on time. Они доставили эту посылку вовремя. They delivered. This parcel on time. Нравится будет like. Like. Как мы скажем. Мне так сильно понравилось это. То есть дословно мы говорим. Мне понравилось это так сильно. Мне понравилось это. I liked it. I liked it. Так сильно. So much. I liked it so much. I liked it so much. Мне так сильно понравилось это. I liked it so much. Трещий глагол share. Переводится как делиться. Share. Я поделился этим видео со своими друзьями. Я поделился. I shared этим видео. This video. I shared this video. Со своими друзьями. То есть с моими друзьями. With my friends. I shared this video with my friends. I shared this video with my friends. Я поделился этим видео со своими друзьями. I shared this video with my friends. Трещий глагол kiss. Переводится как целовать. Целоваться. Kiss. Как мы скажем. Они поцеловались в конце концов. Они поцеловались. They kissed. И фраза в конце концов по-английски будет in the end. In the end. In the end. They kissed in the end. They kissed in the end. Они поцеловались в конце концов. They kissed in the end. Федерий глагол pass. Переводится как сдать. В смысле какой-то экзамен или же тест. Pass. Я сдал этот экзамен. Я сдал. I passed. Этот экзамен. This exam. I passed this exam. I passed this exam. Я сдал этот экзамен. I passed this exam. Спрашивать будет ask. Да, британский вариант про отношения ask. Американский ask. Ask. Смотрите, фраза. Некоторые вопросы. По-английски будет some questions. Some questions. Я задал ей некоторые вопросы. Я задал ей. I asked her. I asked her. Некоторые вопросы. Some questions. I asked her some questions. I asked her some questions. Я задал ей некоторые вопросы. I asked her some questions. Мыть будет wash. Wash. Фраза мыть пол. Помыть пол. По-английски будет wash the floor. Wash the floor. Wash the floor. Она помыла пол. Она помыла. She washed пол. Как говорим с артиклем the. Получается the floor. She washed the floor. She washed the floor. Она помыла пол. She washed the floor. Следующий глагол stay. Переводится основиться. Stay. Смотрите. Фраза. Основиться в этом отеле. Stay at this hotel. По умолчанию используем данную фразу. Stay at this hotel. Хотя если вы помните, ранее мы говорили, что грамматически также возможно здесь сказать in. Stay in this hotel. И так, и так можно встретить. Или же stay at this hotel. Или же stay in this hotel. По умолчанию используем at. Stay at this hotel. Хорошо. Как тогда мы скажем, используя данную фразу Я остановился в этом отеле. Я остановился. I stayed в этом отеле. At this hotel. I stayed at this hotel. Я остановился в этом отеле. I stayed at this hotel. Заказывать будет order. Order. Заказывать. И так же заказ. Order. Одежда. По-английски будет clothes. Clothes. Да, мы сами помним, что это множенное число в английском языке. В связи с этим, как мы скажем. Я заказал эту одежду онлайн. Я заказал. I ordered. I ordered. Эту одежду. Я заказал. Я заказал эту одежду онлайн. I ordered. I ordered these clothes online. Хорошо. Как по-английски будет продолжать? То есть, в одно слово получается continue. Continue. Смотрите. Как мы скажем тогда продолжать делать что-то? Здесь можно сказать по-разному. Мы с вами по умолчанию используем конструкцию continue плюс глагол плюс инкформа. Continue плюс глагол плюс инкформа. Смотрите. Например, мы хотим сказать. Я продолжил делать это. Просто do здесь сказать неверно. Это будет ошибка. Добавляем инкформу. Получается doing. I continued doing. Это it. I continued doing it. I continued doing it. Так я продолжил делать это. Используя инкформу, получается I continued doing it. Но смотрите, здесь также можно сказать по-другому. Второй способ, как это сделать, мы можем использовать следующую формулу. Continue to плюс глагол. Продолжать делать что-то. То есть, да, здесь также можно сказать, используя to. Continue to плюс глагол. Давайте скажем теперь, используя to. Я продолжил делать это. Я продолжил. I continued делать. Не просто do, а to do. I continued to do it. I continued to do it. Да, и так, и так верно. Смотрите. Я продолжил делать это. Или же использовать инкформу. I continued doing it. Или же использовать to. I continued to do it. Скачивать будет download. Download. Я скачал эти файлы. Я скачал. I downloaded эти файлы. Эти. These. Файлы по-английски будут files. Files. Это файлы. Files. Получается these files. I downloaded these files. I downloaded these files. Я скачал эти файлы. I downloaded these files. Следующий глагол remember. Помнить. Вспомнить. Remember. Итак, смотрите. Полезные фразы. Late. Переводится как поздно. Late. А later. Позже. Later. Итак, late. Поздно. Later. Позже. Я вспомнил это позже. Я вспомнил. I remembered. Это. It. Позже. Later. I remembered it later. I remembered it later. Я вспомнил это позже. I remembered it later. Замечать будет notice. Notice. Он не заметил эту ошибку. Он не заметил. He didn't notice. Это ошибку. This mistake. He didn't notice this mistake. He didn't notice this mistake. Он не заметил эту ошибку. He didn't notice this mistake. Принадлежать будет belong. Belong. Мы с вами помним фразу belong to. Принадлежать кому-то чему-то. То есть belong ставится именно предлог to. Belong to. Мы хотим сказать. Этот дом принадлежал ему. Этот дом. This house. Принадлежал. Belonged. Ему. Не просто him. А ставим на челе to. Получается belong to him. This house belonged to him. This house belonged to him. Этот дом. Принадлежал ему. This house. Belonged to him. Смотрите данный видеокурс и отрабатывайте весь пройденный материал в приложении Image Galaxy для достижения максимального эффекта. До встречи. Bye-bye. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok